Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы, будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылочка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите нас, ну и, конечно же, слушайте в эфире «Альфа-Радио» до финала этого часа. И слушайте нас на сайте alfaradio.by в разделе «Онлайн-вещание». Ну и готов представить сегодняшнего гостя. Это заведующий кафедрой социальной политики и идеологии Академии правления при президенте Республики Беларусь Вадим Елфимов. Доброе утро, Вадим. Доброе утро. Ну что ж, поговорим о теме, которая действительно, скажем так, на данном этапе уже для нашей страны является достаточно серьезной, достаточно знаковой. Потому что сейчас на данном этапе я говорю о вступлении в ШОС, о том, что Беларусь станет полноправным членом ШОС в июле месяце. Вот что сейчас в геополитических таких достаточно серьезных процессах и, скажем так, процессах, которые касаются непосредственно и нашей страны, вообще-то в целом мироустройство означает вступление Беларуси, небольшой страны, но, тем не менее, с таким особым политическим весом в такую организацию. Небольшой страны, которая пользуется нашей большой любовью. Вот, это точно. Ну что ж, может быть, не все заметили, но на самом деле произошел переворот. Давай, Вадим, я тебе просто напомню. Там 90-е, нулевые, мы все время педалировали этот факт, не совсем точно географически определенный, что мы в центре Европы. Мы в Европе, мы в центре Европы, мы хотим Европу. Все прошли, забыли. Мы евразийская страна. Мы от Европы не отказались, но соединились с Азией. И отсюда у нас евразийская страна. И это надо понимать раз и навсегда. Это тот самый, ну, скажем, судьбоносный, да, не выбор, а путь, к которому мы должны идти, и который, собственно говоря, предопределен всей нашей историей, развитием нашего государства. И тем, что так уж сложилась судьба, но те государства, которые наиболее расположены к сотрудничеству с нами, которые нам предоставляют наибольшие возможности перспективного развития, располагаются там, на востоке, а не на западе. Это не наш выбор, потому что, еще раз вспоминаю, мы хотели в Европу, да, по крайней мере, дружить с Европой. Здесь ближе, скажем так. Да, и соседи вроде бы. Ну, часто так бывает, вы же знаете, что именно ближние соседи, да, чаще всего пишут всякие кляузы там и так далее, и так далее. Сосед соседа не любит, к сожалению, на западе. Ну, представьте себе, что такое западная Европа. Сейчас немножко подзабыли. Это тысячу лет международных войн, да, вот эти маленькие государства друг с другом воевали, друг друга захватывали. То, значит, Швеция была, значит, владелицей Финляндии, то там еще чего-то. Да, то Швеция захватывала, к нам лезла, да, и так далее. Польша тоже там захватывала какие-то государства. Потом у нее что-то отобрали, она обижается. Ну, так не надо было раньше захватывать. И так, и поехали, да, Великая империя Карла Великого там, и все. И, собственно говоря, вся Европа — это построение неких рейхов. Вот давайте так изначально возьмем. Рим сначала вошел, тоже захватил, да, потом, значит, этот варвары смесмели Рим. Ну, поехали, поехали, постоянные междуусобные войны. Видимо, они не умеют жить мирно со своими соседями. На каждого соседа смотрят сразу через призму прицела, и где чего грабануть. Поэтому нам такая публика, ну, прямо скажем, она... Пусть она созреет, избавится от своих комплексов, да. А тогда мы поговорим. У нас есть партнеры, и это не разворот. Это, собственно говоря, еще раз повторю, наш столбовой путь развития на Восток. Кстати, ну, а вот Беларусь, опять же, вступает в ШОС, скажем так, нужно будет активно включаться в работу, да. То есть, по большому счету, много измерений, много позиций. Ведь это же не просто вступление в организацию. Ну, это организация, которая постепенно развивается, да, и очень, я бы сказал, не только экономически. Я начинаю... Ну, можно уже об этом смело говорить. Здесь уже есть и политическое единство, есть уже совместные политические декларации, значит, геополитика, да. А в конечном счете будет, я так думаю, вестись речь и о общей оборонительной политике. Потому что, ну, собственно говоря, западный мир распадается, он как-то хочет все нагадить всем, придется неизбежно обороняться. Посмотрите, как один из основных участников ШОС, Китайская Народная Республика, с какой сейчас сталкиваются проблемы, да. Российской Федерации то же самое. То есть здесь, конечно, какая-то совместная политика в сфере умиротворения этих господ, там, скажем, в Вашингтоне сидящих, да, и менящих себя властителями мира. Потому что, если посмотрели недавнее интервью Байдена, он, мы всех сильнее, мы там, мы всеми правим до сих пор. Ну, сумасшедший дом, палата номер шесть, другого не скажешь. Поэтому, ну, что ж там, если уж воспользоваться, так скажем, знаменитыми словами украинского поэта Ивана Франко, он писал так про этих западников, «Танэ хай суби як знают, божеволюют, канают нам свое рыбыть». Вот, собственно говоря, это то, что говорит сегодня разумному человеку логика событий. Мы их не исправим, Бог с ними, пусть творят, что хотят. Нам главное, чтобы не нас не сбили с пути. И в этом отношении шанхайская организация «Сотрудничество» в самом своем названии «Сотрудничество». Я, собственно говоря, если мы сейчас начнем перечислять все международные организации, которые создавал, скажем, тот же Запад, там нет слова «Сотрудничество». Там может быть объединенное какая-то, единое, еще чего-нибудь там, какая-нибудь, значит, антикоммунистический, там, антироссийский какой-нибудь, фронт, ось какая-то. Слово «Сотрудничество» там не присутствует в названиях. У них нет этого. То есть, в самом названии «Зашитость». Да, «Зашитость» уже, ну, это же как код какой-то, название любая организация, это как «Аукус». Ну, извините меня, в период ЛГБТ называть так военный блок, ну, это тоже, наверное, символично для австралийских и вообще англосаксонских стран. Кстати, ну, а если брать глобальнее, еще выше поднимаясь, да, то есть, получается, многополярный вот сейчас мир выступил против диктатуры Запада, в том числе и посредством таких организаций. То есть, понятно, что это не прямая конфронтация, да, понятно, что, допустим, тот же Китай не говорит о каких-то прямо союзах, они не любят такие заявления, но, тем не менее, если брать глобально на карте, то есть, получается, что такая новая сила выступает против диктатуры Запада, ну, и США в том числе. Ну, можно и так сформулировать, потому что никто лозунга не поднимает такого «мы идем на вас», да, «мы идем на вы». Но все понятно, что они придут к нам. Вот поэтому все объединяются, да, и все консолидируются именно с этой точки зрения, чтобы, ну, проще говоря, выстроить новый проект, да, альтернативный. Потому что все государства, ну, все люди нормальные чего хотят, да, уважение, процветание, да, спокойная и комфортная жизнь. То же самое хотят и государства. А это возникает только на основе комфортного, да, и равноправного взаимовыгодного сотрудничества, да, никто никого не подавляет. Вот эти государства, они и выстраиваются, те, кто раньше были в системе неоколонализма, да, тех же Соединённых Америки, появляется, значит, замечательный такой Евразийский союз, предположим, там, Беларусь-Россия. Все видят, что здесь равноправные отношения, да, что они предлагают Беларусь и Россия тоже равноправные отношения. Но все же к этому тянутся. Им начинают бить по ушам, там, звонить, устраивать государственные перевороты. Они всё это прошли, они всё это претерпели и понимают, что надо вырваться из этих тенет, так скажем. Как я говорил, президент Мир устал от американской удавки. Да, устал, устал от этой удавки. Уже помирает, уже он не дышит. Да давайте смотреть, душат уже даже не просто какие-то там африканские государства, душат ФРГ. ФРГ деиндустриализация. Кто её спровоцировал? Соединённые Штаты Америки. То есть они, проще говоря, выражаясь как бы обычным сленгом, оборзели настолько, да, что уже душат своих ближайших союзников. И прямо об этом говорят. Кстати, а вот те, скажем так, посылы, те идеи, те смыслы, которые несёт сейчас, скажем так, и Шанхайская организация, сотрудничество, и БРИКС. И, в принципе, вот если мы говорим, что, скажем так, на данном этапе геополитическая такая противоборствующая сторона, вот что они делают вообще с мнениями людей? Потому что вот интересная история. Здесь премьер Минисловакии Роберт Фитц заявил, что причиной покушения на его жизнь является ненависть оппозиции. Вот это он совсем недавно об этом заявил. То есть, по большому-то счёту, вот разжигание этой розни, противопоставление как бы и стран, и каких-то идей, и смыслов, ведь это приводит и в самом Европейском Союзе, кто же к раздраю? Вы знаете, Вадим, Фитцу немножко поскромничал. Он сказал, оппозиция, ненависть оппозиции. Но давайте, кто является оппозицией в Словакии? Фитцу. Про-западные, про-европейские, пан-европейские, про-американские силы. То есть, по сути дела, Фитцу не хотел, кстати, поднимать градус, но он имеет в виду именно те самые про-американские, атлантические силы, которые нашли себе там какую-то поддержку, естественно, вплоть до самых высоких постов. Мы знаем, что предыдущие президенты, премьер были одним из основных, так скажем, кто поддерживал, поставлял оружие на Украину. То есть, служили американскому капиталу и империализму. Сейчас Фитцу не хочет служить. Естественно, те ушли в оппозицию, но оппозицию какую? Поддерживаемую всем большим Западом. И в этом смысле, конечно, и у Фитца, и у Орбана очень сложная задача, но это мужественные люди. Посмотрите, до какого уровня противостояния там дошло. Действительно, эти убийства, попытка убийства, они вскрыли степень ненависти, и жадности, и алчности, и снобизма какого-то, который присутствует в Европейском Союзе. Ведь Европейский Союз, никто, собственно говоря, там читали лекции, но никто не знает сути его. Суть очень простая. Квотирование. То есть, там изначально заложено, вот какая, вот вы сказали, там маленькая страна или большая. Всё, вы будете всегда получать мало или много. Вы как бы в акционерном обществе находитесь. Ваши дивиденды будут в соответствии с вашим изначальным капиталом, который вы принесли. На какой капитал туда принесли? Польша там, и так далее, и так далее. Вот и всё. И для них это от веку и до веку будет определено. То есть, там ранжирование системы господства и подчинения. Кто хочет из этой системы вырваться, до кого дошло, но те сразу начинают подвергаться каким-то репрессиям, давлением. Вплоть до вот таких эксцессов, что стреляет в премьер-министр. И это ещё, поверьте мне, только первая ласточка. Ещё много будет чего впереди. Кстати, вот вспомнили господина Орбана, он заявляет о том, что Еврокомиссия потерпела поражение на всех фронтах. Вот сейчас мы действительно понимаем прекрасно, что в преддверии выборов ситуация в Еврокомиссии. Сейчас поговорим, кстати, по поводу и протеста фермеров, которые достаточно так интересно хотят, скажем так, уже влиять даже не на политиков, а на людей, которые будут принимать решения, будут голосовать на выборах в Еврокомиссию. Вот сейчас на данном этапе, как вы считаете, будут ли изменения, то есть готово ли общество и понимает ли европейское общество, что происходит, за что оно будет голосовать и будет ли ещё. Давайте в первую очередь. Конечно же, Орбан разоблачает и раскрывает суть того, что творится в Европейском Союзе. Во-вторых, к сожалению, от Европейского парламента ничего не зависит. Вот хоть там завтра все будут, я не знаю, коммунисты или какая-то альтернатива для Германии захватить, ничего не изменит. Это такой клуб кричащих людей, КВН такой политический, который просто задаёт тон. Ему бросают там кость, и он поддерживает какую-то информационную политику. Даже если они будут выступать против политики, Еврокомиссии, Брюсселя и прочее, ничего из этого не выйдет. Никаких реальных рычагов у них нет. Это клуб болтологии. Поэтому единственное, что какой смысл в этом призыве и Орбана, чтобы показать этим политикам, что европейские простые люди хотят смены элит, хотят смены курса, хотят смены парадигма. Что не хотят, собственно говоря, гибнуть. Не хотят втянуться в Третью мировую войну. Вот это будет иметь некое символическое значение. А на самом деле серьёзные изменения могут в Европейском Союзе происходить тогда, когда сменится, скажем так, курс Соединённых Штатов Америки. Вот Европа настолько сегодня подчинённая этой трансатлантической линии, как они солидарности, как они это называют, что всё зависит в Европе от того, что происходит в Вашингтоне. Вы смотрите, какая паника у них от той нынешней элиты, какая паника от того, что они боятся, что придёт Трамп. Всё, потому что начальник сменился, и будет нас там, значит, чехвостить, ругать и выкидывать, или там лишать денег, да, садить, лишать ужина там, или обеда. Собственно говоря, Трамп так и говорит, я не буду давать вам денег. Это что значит? За свой счёт. За свой счёт, живите как хотите. А они это иждивенцы, собственно говоря, иждивенцы уже многолетние, они не привыкли что-либо сами созидать. У них нет самостоятельного мышления. Они только привыкли поддакивать тому, что кричат сверху, из Вашингтона. А когда из Вашингтона, вот в Вашингтоне раздрай, они не знают, чему поддерживают, чего кричать. И кричат всякий бред. Вот послушайте, что сейчас несёт там Писториус, там Макрон, и туда-сюда, да. Скажем, Пётр Павел, президент Чехии. То, значит, против России, то говорит, давайте прекращать. То есть он полное имитание. Абсолютная неопределённость, турбулентность в мозгах. Кстати, вот то, что касается, опять же, Европейского Союза, ну США же просто так не отпустят эту историю. Потому что вот вы говорите, что влияние США, но, скажем так, в это вкладывалось очень много средств. Да. Сил, времени всё-таки. Для того, чтобы подчинить себе Европейский Союз, действительно была проделана целая такая спецоперация. Вот, но как, возможно ли, скажем так, решить этот вопрос, либо же нет? Знаете, что нужно сделать? Надо подойти к доске, как вот в 20-м году у нас в стране, и написать, мы не рабы, рабы не мы. И вот внушать себе это, что мы не рабы. Как Чехов, надо выдавливать из себя по капле, а лучше ещё быстрее этих рабов. Да, за 70 лет американской оккупации Европы, будем вещи называть своими именами, война закончилась, американская война, войска из Европы не ушли, только ещё расширяются. Значит, европейцам нужно вспомнить, что они самостоятельные люди. Это, конечно, очень сложно. Это, конечно, очень трудно, но это нужно сделать. Иначе от Европы ничего не останется. Потому что американцы, управляя какой-либо зарубежной страной, им, извините меня, наплевать, что там происходит. Они выжимают свои соки, что им нужно. Они туда вам привезут мигрантов, они там могут устроить фашистский переворот, они вам могут устроить Третью мировую войну. И сейчас же, давайте называть вещи, в чём, так скажем, план Байдена. Он понимает, что переизбраться он не может в обычных условиях. Значит, что ему остаётся? Надо поднять какой-то хипиш, поднять какие-то патриотические чувства в США и устроить Третью мировую войну. Но так, чтобы она не коснулась США. Поэтому он хочет, да, столько не ядерное оружие, потому что если не ядерное, бессмысленно стрелять по Америке. Вот вы там в Европе воюете, а мы в это время, я переизберусь. Всё, что его интересует. И вот под избрание этого рамолика, да, значит, должны быть положены в могилу миллионы людей, европейцев. Ну так пора ли, не пора ли европейцам спохватиться, взяться за голову? Потому что, ну, извините меня... Слишком высока цена. Высока цена. Ну, Европа всё-таки когда-то была культурная, да, страна и континент. Ну как может европеец... К сожалению, сейчас приехал Байден, вот сейчас отмечается, мы сейчас подойдём, наверное, к этой теме, 6-6, да, 1944, открытие Второго фронта. Что там Байден прилетел и сказал, мы высадились, мы освободили континент и спасли весь мир, Соединённые Штаты Америки. Вот какое у него мышление. И это слушают европейцы и проглатывают это, и ещё и хлопают этому. Ну это уже какая-то инверсия мозгов, потому что давайте вещи своими называть именами. Туда пригласили Германию, и она аплодирует тому, что её били там, её чайки. Ну это же полный вопрос. Но не пригласили Россию. Но не пригласили ни Россию, ни Беларусь. Ни Беларусь, да. Ну, кстати, вот поэтому поговорим после перерыва про это на эту тему. Ещё вот завершая тему Европейского Союза, тысячи фермеров, вот опять же, собираются в Брюсселе, выражают протест против экологической политики Европейского Союза. Ну и, понятное дело, против дешёвых вообще, в принципе, товаров из Украины. И, конечно же, на данном этапе уже видим, что меняется даже риторика. То есть они уже обращаются не к властям, вот звучат такие заявления, а они хотят обратиться, вот идут выборы, скажем так, в Европарламент, и они хотят в этот момент обратиться к людям, которые будут голосовать, приходить на выборы в Европейский парламент. Почему они перестали, те же фермеры, обращаться к политикам? Ну, бесполезно, к политикам. Ну, бесполезно. Давайте назвать ещё нами. Западная демократия — это такая рулетка, которая играет в одну сторону, а сюда выиграет казино. Вот и всё. Значит, в этом смысле для народа это уже стало понятно. И у них последняя надежда. Может, какие-то европейские, общеевропейские структуры что-то помогут. Я вам говорю, не помогут. На самом деле, я не хочу произносить эти слова в эфире нашего радио. У нас интеллигентная программа. У нас интеллигентная. Да, в данном случае просто призыв мой очень простой. Надо разбираться со своими властями в Европе, так как это давно уже диктует обстановка. Я бы так сказал. Спасибо. Вадим, больше не будем накалять эту тему. Мы всё-таки, это внутренняя проблема европейских государств. Мы не лезем туда. Да, мы не лезем туда. Это их внутреннее дело, внутренняя проблема. Вадим, вот действительно, не приглашение Российской Федерации, Беларуси на 80-летие высадки союзников в Нормандии вообще не поддаётся никакой логике. Как противостоять вот такому давлению в историческом плане? Потому что мы не единожды здесь, в этой студии, на разных уровнях говорим о том, что попытки переписать историю продолжаются. И, понятное дело, будут продолжаться. А как противостоять? И где логика вообще? Ну, всё равно же есть факты конкретные. И вот эти попытки переписать историю таким демонстративным способом, ну, выглядят, по крайней мере, глупо. Ну, по крайней мере, для нас. Вот именно. Это не в нашей логике, но абсолютно в их логике. Понимаете, Бонапарт говорил. История как гвоздик. На ней можно повесить всё, что угодно. Вот и всё. Выгодно им сегодня совершенно забыть, да? Давайте вещи назвать своими именами. Простите. Едет Зеленский. Откровеннейший фашист. Неофашист, да? Значит, вы празднуете победу над фашистами, там, хотя бы, локальную, да, какую-то, вместе с фашистами. И с бывшими фашистами, там, ну, я не буду перечислять, да, те государства, которые были. Да, собственно говоря, сама Франция в тот момент была. Это ведь был Деголь, была свободная, да, Франция. Деголь, если бы он приехал во Францию, расстреляли бы. Как военного. Или повесили, может быть, да. Как всех его, там, помощников. Вот и всё. Сама Франция была, тоже была в составе гитлеровского рейха. Так чего они празднуют? Ну, я ещё понимаю, англичане могут, да, да, кстати, и американцы какое-то отношение иметь к освобождению. Но ведь не будем забывать, что в то время Великой Британии, была действительно Великой Британии, да, там, под 100 миллионов человек у неё было, да, вместе с колониями. Самый мощный флот военно-морской, она всё равно была её, как военно-морская держава, сильнее, чем гитлеровский фронт. Поэтому Гитлеру приходилось применять подводные лодки и так далее, и так далее. Значит, если бы захотела Великобритания, да, она могла бы открыть фронт, высадиться в Нормандии уже в 42-м году. И должна была это сделать, но она этого не делала. Она ждала того самого момента, когда уже фактически операция «Багратион» по освобождению Белоруссии. Вот они открыли второй фронт, а мы освободили страну, как можем провести такую параллель. И уже мы стали освобождать Европу. Не эти американцы, не они освобождали, а мы, наш советский солдат. За только освобождение Польши 600 тысяч советских солдат погибло. Сегодня этого никто не помнит, но давайте понимать, в чем логика вот этого, да, так скажем, забытия. Она очень простая. На самом деле Европа тогда была против нас. И даже как бы наши союзники Англия и Соединенные Штаты Америки, Англия в большей степени, Соединенные Штаты Америки в меньшей степени, тоже были вынуждены просто быть с нами союзниками. Но как только война шла к концу, они хотели у нас украсть нашу победу. Мало того, тот же Черчилль, помните, придумал знаменитый план «Немыслимая». Как-то сразу после захвата, так скажем, капитуляции Германии, перекупает СС войска и наступает на Советский Союз. Поэтому мы немножечко в наших учебниках писали, антигитлерская калиция, мы хотели поддержать этот дух солидарности. Но если называть эти вещи своими именами, он был весьма-весьма относительный, этот дух солидарности. Это была очень сложная война. Во-вторых, ну, скажем, на том же Тихом океане, как сейчас мы говорили о коалиции, американцы ведь там сражались с японцами. Это что была, война патриотическая, справедливая? Да нет, японцы захватили одни территории, а американцы хотели захватить другие и не отдать. То есть воевали за чужие территории. Это была обычная классическая империалистическая война. То есть драка империалистов, понимаете, где под шумок хотели еще прикончить Советский Союз. И не получилось это. И победа Советского Союза поменяла все фишки, поменяла всю ситуацию. И все стали переписывать историю. События развивались немножечко не так. Все сказали, да, мы были против Гитлера, там, еще что-то. Это как вот когда 9 мая 1945 года, да, произошла наша победа. Все, все немцы, оказывается, были антифашистами. Все, да, ну что, это Гитлер там, или это Гестапо, или что. Нам приказывали это, мы тут ни при чем. А на самом деле, вот сегодня, по прошествии стольких лет, мы видим, что они, даже их внуки и правнуки, носители их, так скажем, историческая нарратива, они хотят списать эту историю таким образом, написать ее, чтобы нас там и не было, чтобы они были всегда хорошенькими, а мы были всегда плохими. Вот и все. Их логика четкая. Наша логика простая. Мы должны понимать, что на будущее, во веки веков, да, должны запомнить, что союзы с западными государствами, никогда не приносили России, да, или Белоруссии чего-нибудь хорошего. Мало того, даже когда мы спасали, а это как минимум трижды мы спасали, давайте вещи называть своими именами. А татаро-монголского Иго мы спасли, да, Европу, иначе бы кочевники двинулись туда, вглубь Западной Европы. Мы спасли от Наполеона, мы спасли от Гитлера. Где благодарность? Ну, хотя бы простая, человеческая, моральная. Какая благодарность? Памятники сносит? Вот. Мало того, нас хотят зарыть и закопать, как будто нас и не было, и переписать историю. Поэтому это надо исторический урок из этого извлечь, и этот гвоздик, на который Монопарт хотел повесить все шугу, надо просто вырвать из этого, да, из своего основания. Кстати, то, что касается, опять же, подведения итогов этой недели, уже будем потихонечку, скажем так, идти к завершению сегодняшней программы. Все-таки будем завершать на позитивной, хорошей ноте, потому что мы видим, что на данном этапе вот эхо государственного визита президента в Монголию до сих пор, вот информационные, скажем так, ресурсы, и, понятное дело, эксперты обсуждают. Вот ваше мнение о визите, о его итогах. Ну, важность этого визита, ну, она определяется тем, что, как там встречали нашего президента. Во-вторых, общаясь с своими монгольскими коллегами, президент думал не только о геополитике, политике, да, и так далее, но и об экономике. Мы знаем, что наш президент всегда является человеком, который, прежде всего, вставит во главу угла интересы экономики. Я думаю, что уже все обратили внимание, что, ну, так скажем, монгольские друзья возвращаются в старые добрые времена, когда у нас была особая дружба. Был период после 90-го года, когда в Монголии тоже появились какие-то прозападные силы. Кстати говоря, кое-каким ошметком этих прозападных сил наш президент, как говорит, с его смелостью и откровенностью прямо там в Монголии и дал отлуп, выражаясь вещами. Как, вы, говорит, можете гнать волну на Беларусь? Без такой дружбы у монгольского народа перспектив нет. Я бы сказал так. Ну, вот как была Монголия в советский период, да, скажем так. Это была, ну, процветающая, развивающаяся страна. После это опять превратилось... Вот я просто смотрел передачи, которые показывали на Западе. Ну, это какая-то там, значит, вот поле для Пржевальского, я бы так сказал, да, там дикие лошади какие-то бегают. Такое представление у Запада об этой стране. И я думаю, что вот те люди, которые живут в Монголии, наверное, это тоже поняли. Я думаю, что мы, вот президент приехал в нужный момент. Мне кажется, вот как раз именно подбирает момент и время, да, и ситуацию, когда эффект от его визита будет наибольшим для развития дружбы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Так что я полагаю... Во-вторых, значит, сейчас и вот этот знаменитый шелковый путь, и поставки газа, да, и так далее, и так далее, это все тоже то, что интересует монгольскую сторону. А наша страна вполне может поучаствовать в строительстве этих энергопоставляющих проектов. Не только же газ, да, но и рабочая сила, инженерные возможности, и так далее, какие строители в Республике Беларусь уже всему миру известны. Ну что же, еще одна тема. Мы потихонечку подходим к очень важной дате для развития нашей страны, института президентства Республики Беларусь 30 лет. Вот сейчас действительно на данном этапе мы понимаем, что Беларусь уже может хвастаться, ну, не хорошее слово, но как есть. Ну, почему бы и не похвастаться. Своими достижениями, вот как вы оцениваете экономическое развитие Беларуси за последние 30 лет, да, вот мы здесь говорили, опять же, и об таких страшных, катастрофических, скажем так, итогах в Великой Отечественной войне, когда действительно Беларусь потеряла и в экономике, и потеряла каждого третьего жителя, то есть такие невосполнимые утраты. Но, тем не менее, наша новейшая история, 30 лет института президентства, вот давайте поговорим про экономическое развитие за эти 30 лет. И благодаря чему оно произошло, потому что, давайте говорить прямо, вот на данном этапе тоже нужно аккуратно, скажем так, с этим институтом президентства относиться, потому что мы видим, к сожалению, не очень хорошие примеры у наших соседей, да. Вроде бы и существует институт президентства, но то, что происходило в той же Украине, к сожалению, вот привело к таким итогам и результатам. От чего это зависит, и как мы смогли вот за 30 лет действительно развиваться планово, спокойно, планомерно, благодаря вот каким моментам. Ну, давайте, первое, да, об экономике, о достижениях. Если вы посмотрите сейчас на темпы развития Республики Беларусь, вот рост экономический, да, это более 3%, ну, в среднем, за год. В Российской Федерации то же самое. На Западе это 0, в лучшем случае 1%. Соединенные Штаты Америки тоже вышли на рост всего лишь в 1%. Кто лучше развивается? Мы. Несмотря на санкции. Несмотря на санкции. А те не подвергаются никаким санкциям. У них все богатство, все силы, все возможности, все эти расчетные дела, там, да, системы и тому подобное. Банковская схема, доллар, РФС. И при этом мы развиваемся с более быстрыми темпами, чем они. Вот и показатель. И мы должны этим действительно гордиться. А почему так получилось? Ну, очень просто. Если честно, то ведь, ну, я бы так сказал, парламентская форма правления для наших просторов вообще не прописана. Она смертельно опасна. Давайте посмотрим, да, вот тоже Украина, и как только там они метались, да, то парламентская, то президентская парламентская, вот туда и так далее. Результат известен. Я не буду рассказывать, да, не буду, говорится, сыпать соль на раны. Парламентаризм, как таковой, ну, может, зародился когда-то очень давно в Европе, но он, может быть, им свойственен. Я не буду сейчас тоже вдаваться в подробности. Нашей стране всегда нужен лидер. В общем, нашим странам, нашим народам. Если угодно, это свойство, ну, славян. И здесь авторитет лидера, он огромен, ну, так же, наверное, как вера в Бога, там, вера в Родину и так далее. Когда есть лидер, за которым можно идти, мы совершаем подвиги по-настоящему. Найти такого лидера, ну, это, наверное, задача для истории очень сложная. Нам просто к белорусам повезло, что вот такой лидер у нас оказался. Только и всего. И здесь мы можем сказать Господу Богу спасибо. Ну, а с другой стороны, мы соответствовали этому выбору, да, потому что мы соответствовали тем задачам. То есть, ну, это же выбор народа. Да, выбор народа. Но мы же перед президентом тоже ставим задачи. Мы хотим того-то, того-то, того-то. А он говорит, так, ребята, если вы этого хотите, трудитесь там, делайте то-то, я вам подскажу. И мы говорим, да, вот это сотрудничество, соработничество народа и власти очень важно. И никакие внешние угрозы нам этого не изменят. Если мы от этого когда-нибудь откажемся, то прекратится белорусское государство. И, возможно, белорусы как народ. Потому что, еще раз повторяю, не так уж важен, скажем, географическое место, где находится государство. Вот Республика Беларусь находится в очень невыгодных географических условиях. Полностью отрезана от морей, да, от транспортных путей. Находится на рубеже, на разломе, там, восток-запад. Ну, сложнее ситуации не найти. И, тем не менее, мы с этим делом справляемся и справляемся успешно. Потому что здесь в формуле успеха гораздо более важный ингредиент – это ум и, скажем так, политическая воля. А этого нам, как говорится, не занимать. Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, традиционно яркий отстат к сегодняшнему разговору читайте в нашем сетевом издании с b.by на протяжении всего дня. И слушайте в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был заведующий кафедрой социальной политики и идеологии Академии правления при президенте Республики Беларусь Вадим Елфимов. Спасибо огромное, Вадим, за имкий разговор. Всем отличного завершения рабочего дня, хороших летних выходных и до встречи в буднях.